Всем привет, дамы и господа! С вами вновь Александр. И сегодня я вам хочу рассказать о колясочке от компании Bugaboo. Моделька называется B6. Сейчас, наконец, у нас потихонечку, худо-бедно, но открываются границы на какие-то курорты. Мы можем начинать уже хоть как-то ездить, отдыхать. Как говорится, не без проблем, но все-таки уже это можно делать. И для этого, чтобы с новорожденным ребенком, или как с 3-4 месячным, поехать, нам обязательно понадобится хорошая колясочка, которая не будет обременять нас своими гигантскими размерами в отпуске, да и в теплое время года, в принципе, даже дома. И для этого, как нельзя, лучше подходит колясочка V6 от Bugaboo. Сегодня мы с вами рассмотрим комплектацию 2 в 1. В двух словах вам технические характеристики расскажу. Напомню, это Нидерланды. Вес у нас с люлькой 10,9 кг, с прогулкой 10,4 кг. Она приблизительно с рождения до 4-5 лет. И максимальная ширина колесной базы здесь 54 см. То бишь, вы в любую вообще щелку проедете, между любыми рядами, любой лифт, вас она никак не ограничит в передвижениях. И это очень здорово. По большому счету, назвать ее всесезонной немножечко язык не поворачивается, потому что маловаты колеса для вот такой зимы, как сейчас. Например, у нас в России, в Москве, везде позавалило все в Питере. Но, когда не так много снега, в принципе, вполне нормально на ней передвигаться. Это еще и благодаря тому, что здесь люлька очень хорошо закрыта. Она абсолютно непродуваема. Козырек, ну, понятное дело, в порядке. Вот эта накидочка у нас на замочке, она вся плотная. Боковинки здесь тоже плотные. Абсолютно нигде ничего не поддувает. Жесткое у нас основание снизу. Это не тряпочка натянута. Внутри материал приятный. Матрасик вообще обалденный. Типа велюра что-то очень тактильно. Приятный, мягенький матрасик. Все, в общем, сделано по-взрослому. Все качественно. Вообще никаких претензий нет. Поэтому я и говорю, что вот в таком виде, не очень заснеженной зимой, можно прекрасно, в принципе, ездить. Так, точные характеристики. Сантиметры. Вот эти все детали. По ссылке внизу я добавлю на магазин Первая коляска ссылочку. Пройдите, посмотрите все в деталях, чтобы здесь это все не растягивать. Для транспортировки у нас есть вот такая вот ручка. Кстати, козырек используется один и в люльке, и в прогулке. Он просто снимается. Причем здесь это все очень легко делается. Вот. Ну, здесь еще дополнительно подхваты. Два есть снизу за основанием. И этот же козырек используется и в прогулочном блоке. Это я тоже вам покажу. Так, чтобы снять, нажимаем кнопочки. Основание у нас жесткое. Здесь вот такие вот ножички. Поэтому смело можем ставить куда угодно. И не бояться, что она там испачкается или еще что-то. Так, чтобы поставить прогулочный блок, нам нужно снять отсюда вот эти адаптеры, переходнички. Их убираем. И ставим прогулочный блок. Смотрите, есть одна деталь. Прогулочный блок можно установить только когда прогулочный блок вот в таком положении. Потому что только в таком положении открывается доступ к креплению. Иначе вы его не установите. Ставим. Он, естественно, реверсивный и по ходу, и против хода движения. Длина здесь синтушки, кстати, очень легко регулируется. Все так мощно. Так, ставим козырек. Так, ставим козырек. Так, сейчас попаду в эти отверстия. Так. Вот. Основание тоже козырка берем. Натягиваем сюда. Подхватываем. Вот здесь все это есть. И смотрите, какой у нас получается козырек. Вообще, у Бугабу в целом всегда козырьки какие-то вообще огроменные. Закрывает полностью. Но если мы опустим полностью в лежачее положение, вот, то вот ровно половину мы и закрываем. Также здесь, естественно, у нас есть бампер. Бампер у нас, сейчас посмотрим, как калиточка, да, как калиточка откидывается. Все в коже. Все вообще более чем замечательно, что на ручке, что на бампере. Так, что касается безопасности, давайте в двух словах. Пятиточечные ремни. Еще такая фишка используется, что ремни все время подняты, чтобы нам не нужно было их с под ребенка высовывать. Просто они всегда натянуты. Потом спокойно одеваем. Они у нас не мешаются. Также раздвигаются они на поясничной зоне. С этим все хорошо. Единственное, подмечу, вот, нет мягкой накладки никакой на паховой зоне, на ремне. Я бы, конечно, это добавил при такой-то стоимости. Это, ну, вообще было бы правильнее. Так, 100 градусов, если мне память не изменяет. У нас вот в этом положении практически капитанская посадка. Это очень здорово, что ребенок сильно не завален назад. Вот. И, соответственно, 175, да. 175 градусов у нас в лежачем положении. Ну, напомню, реверсивные и по ходу, и против хода движения ставятся. Так, что касается материалов. Материалы здесь, я бы не сказал, что они мега какие-то шелковые, там, супер дорогие на ощупь. Но ощущаются они добротными, качественными, износостойкими и недешевыми, так это уж точно. Качеству мне придраться вообще очень сложно. Так, давайте перейдем сейчас с вами к изучению рамы, потому что рама здесь тоже достойна внимания. Что касается амортизации, сразу же давайте посмотрим. Очень-очень большой и, самое главное, мягкий ход амортизации. Сзади пожёстче, определённо жёстче. Тут вопросов нет. Колёса, кстати, полиуретан, они не надувные. Так, тормоз у нас, смотрите. Мы не пачкаем обувь никаким образом сверху. Нажимаем каждый раз и, соответственно, обувь наша будет всегда целая. Так, ручка у нас, естественно, регулируется по высоте. Диапазон очень большой, даже очень невысокие родители и очень высокие подберут для себя нужную высоту. У меня 186 рост и мне много положений, ручки удобно. Но вот приблизительно вот так бы, наверное, вот так бы я гулял. Вот. И, соответственно, диапазон здесь прекрасный. Также есть страховочный ремешочек. Всё нормально. Так, давайте теперь попробуем её сложить, потому что это тоже в путешествии немаловажный момент. Так, убираем с вами прогулочный блок. Он у нас вот такой маленький, компактный. Вот. Потом складываем раму. Чтобы сложить раму, у нас здесь нужно нажать две кнопочки. Вот так вот. Сейчас, секунду. Вот. Вот. И потом, соответственно, вот так вот додавливаем. Можно опустить ручку ниже. Сделать тем самым раму ещё компактнее. И вот что мы имеем. Рама, конечно же, не малюсенькая в ручную кладь. Вы это всё не уберёте. Но в целом компактно, аккуратно. Также её можно, если что, поставить. Вот таким образом. Для этого здесь есть специально вот такая вот ножичка, которая сама выдвинется, когда мы её складываем. Как по мне, фишка очень достойная. Потому что чаще всего раму приходится как-то на бок ставить. Здесь с этим вопрос решён. Так. Вот. Раму под себя приблизительно. Вот. И откроем её. Так. Давайте сразу, пока убрал прогулку, посмотрим на багажник. Сзади к багажнику доступа, в принципе, нет. Но есть спереди. Багажник достаточно большой. Есть вот такая вот сетка, в которую можно что-то положить. Она прижмётся, чтобы не болталась. Поэтому необходимые вещи вы с собой в любом случае возьмёте. Ну, естественно, козырёк можно на одну секцию уменьшить и замочком закрыть. В козырьке у нас, как полагается, есть возможность откинуть какие-то секции. Там у нас есть москиточка. Вот таким образом здесь у нас тоже есть такая же секция. Поэтому с этим проблем нет. В общем, по большому счёту, информацию, которую хотел донести до вас, я донёс. Давайте подытожим моё мнение. Если взять, искать коляску для поездок и преимущественно для тёплого времени года или, например, для каких-то южных наших регионов, то эта коляска как нельзя лучше для этих регионов подойдёт. Если это Мурманск, Питер, Москва, вот как вот этот год, например, зимой, то сложновато будет на такой коляске зимой. Но в целом её можно относительно назвать всесезонной. Но в первую очередь она для более-менее тёплых регионов, для поездок, путешествий. В общем, тут как нельзя лучше. Что касается качества, ну, бугабу – это уже как бы ассоциация с качеством и есть. Здесь никаких вопросов гарантийных каких-то там, ещё что-то обращений. В принципе, как таковых особо нет. И сделано всё дорого-богато, стильно. В общем, не буду нахваливать каждое своё мнение. Пускай строит, скажем так, о коляске. Мне лично коляска зашла. Ценник абсолютно не маленький. Это бугабу, это дорого-богато, как говорится. Это нужно держать в голове. Если есть возможность и подобного рода коляска нужна, то рекомендую, как минимум, очень тщательно её изучить. Можете приехать в магазин «Первая коляска» с ребёночком, посадить, попробовать, поюзать, покатать. Едет она очень дорого и качественно. Поэтому вопросов здесь, в принципе, нет никаких. Ну, а я лишь хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора. Колясочки для вашего ребёнка. Вот. И, соответственно, покупать, естественно, где ещё, кроме как в «Первой коляске», рекомендую. Ну, а вам всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»